254 дома остались без электричества, а с 9 построек сорвало кровлю. Такова только официальная статистика последствий урагана с дождем, которые прошлись по селу Ира. Что же касается так называемых мелких повреждений и моральных травм, причиненных стихией, то их учесть довольно сложно. Чрезвычайное происшествие случилось в городском округе 9 июля в пятом часу вечера. Сам Кумертау отделался несколькими поваленными деревьями и другими незначительными повреждениями. Селу пришлось в разы тяжелее. Социально значимые объекты в Ире можно пересчитать по пальцам, однако именно один из них – школа – и потерял часть крыши. Профнастила больше нет над частью актового зала и мастерской. В зале крыша протекла сразу, в мастерских пока держится. Оторвавшиеся листы пролетели несколько метров, накрыв собой вишневые деревья. Приезжали из города МЧС, заместитель Куру приезжал, все охрана приезжала, Альфа. Ну, натворил делов, короче, много вот этот ураган. Очень сильно, с такой силой было все это. Пострадали не только что наши школы, частные дома тоже. У жилых домов тоже есть довольно серьезные повреждения. Так, один из них получил особенно сильный удар стихии. Крышу сорвало, кирпичные стены буквально начало разметать по кирпичику. Потолок проломлен в двух помещениях. Его хозяйка воспитывает двоих сирот. Средств на восстановление у нее нет. Во время урагана куски металла, отмечает Файруза Хайдаровна, разлетались по двору и всей улице вонзались в забор. Пластиковые окна с той стороны трясет все, я думала, окна выдернет. Потом сюда выхожу, тут по люстрам уже, где люстра, вода стала, честь, ведра поставила, пока туда-сюда бегала, везде стала вода. Как на улице вода текла, насквозь, короче. А потом в окно думаю, когда же это кончится. Смотрю, лежат эти, стекловатые. А куски листьев, вон, видите, обрезы. Вот так, как топор, вот кидаешь же об дерево. Воткнулись, они вот торчали. Пострадали и другие дома. Какие-то больше, какие-то меньше. Фрагменты крыши одного из домов повредили соседский автомобиль. Рядом с домом Дмитрия ветром повалило с виду нерушимый бетонный столб. Выхожу, столб лежит, дождь идет. Как все утихло, стал сразу перекрывать. Ну, позвонили там в службу, получается, РС, КС, МЧС позвонили здесь. Ну, они приехали тоже, там их ждали, часа через два, через три. Приехали где-то, на крышу залезли. Там мне брат помогал. Там, получается, мы стелили. Ну, я нашел вот сам брубероид вот там стелить. Здесь машина стояла. То есть они по телефону там, что пока общались. Помощи не было никакой. Что касается электричества, то его восстановили довольно оперативно. В этот же день, отмечают жители. Заявки на починку порыва в связи отработали в понедельник. Вот теперь восстанавливаем. Сорвалось наши линии. А чтобы восстановить, вот связь сколько времени уйдет? Ну, полчаса, полтора, два. Тут еще после молнии, возможно, погорело оборудование. Жертв и пострадавших, по крайней мере физически, среди населения нет. Однако на полноценный ремонт домов у многих попросту нет денег. Это вынуждает людей обращаться к органам местного самоуправления. У нас снесло, крышу тоже снесло, процентов там 80, шифер все полетело на соседние дома. Потом фронтон. Был у нас фронтон, он шел с южной стороны, ураган. Весь фронтон у нас внутрь дома упал. Полностью почти там еле висело уже все. Хочу, чтобы они помогли, потому что это тоже очень накладно. С ремонтом же тем, кто особо нуждается, в городской мэрии все же обещали оказать поддержку. Комиссия уже оценила ущерб от действий стихии. Решается вопрос о выделении средств. Есть сараи, есть другие хостпостройки, у которых некоторых видно, что это уже не 10, не 20 лет даже. На эти вещи пусть не рассчитывают. Это однозначно. Наша задача – это жилые дома, восстановление жилых домов. Тем более, как бы восстанавливать за счет местного бюджета свои болячки на старых погребах или сараях, которые уже покосились, мы не будем. На это пусть люди не рассчитывают. Да, поможем, поможем жилыми домами, поможем персонально по каждому дому посмотрим. Продолжение следует...